Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекции. И на канал подписывайтесь. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его пророку, семье пророка и его сподвижникам. А-УЗУ БИЛЛАХИ МИНА ШХИТОНАМИ РАДИИМ БИСМИ ЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ ВО НАФСИМ ВАМАСА УВАХА ФААЛХАМАХА ФУЖУРАХА ВАТАКВАХА КАДА АФЛАХА МАН ЗАККАХАХА ВАКАДА ХАБА МАН ДАСАХА С АДАКУЛАХУЛ ААЗИМ Во-первых, уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рад встретиться с вами сегодня, рад вас видеть. Иншаллах, сегодняшняя тема — капризная душа. В суре «Солнце» Аллах говорит и внушил ей порочность ее и богобоязненность ее. В каждой душе содержится потенциал как к благу, так и к злу. По своей природе эго содержит как склонность ослушаться Аллаха, так и богобоязненность. Так Аллах говорит о душе, о навсе. Сама по себе душа не является плохой, но она может быть плохой. Навс — душа — содержит в себе склонность к ослушанию. Когда я говорю навс, я имею в виду душу, эго, которая постоянно чего-то желает. Каждый раз, говоря навс, я подразумеваю эго. В наше эго Аллахом по умолчанию заложена склонность ослушаться Аллаха, бунтовать, переходить границы дозволенного Аллахом. Но эго может быть и послушным Аллаху, богобоязненным. Но чтобы эго таким стало, его нужно тренировать. Вот, например, маленький ребенок. Либо ваш, либо чей-то еще, племянник, племянница. Маленькие дети любят закатывать истерики. И вот представьте, маленький ребенок хочет леденец. Он подходит к тебе и говорит «леденец», «леденец», «ну, пап», «леденец». Конючит, конючит. Если ты дашь ему леденец, он будет радоваться ему, будет счастлив. Потом еще один будет у тебя выпрашивать. Ребенок знает, каждый раз, когда он выпрашивает у тебя леденец, ты ему даешь его. «Пап, леденец!» «На!» «Леденец!» И вот однажды ты заметил, что у твоего любимого ребенка, которому ты каждый день давал леденец, чтобы он не капризничал, начали темнеть зубы, начал появляться кариес. Ты знаешь, чем это грозит. Ты знаешь, что ему будет больно. И в следующий раз, когда он начинает выпрашивать у тебя леденец, ты ему не даешь его. Ты ему говоришь, у тебя зубы будут болеть. А он, знай, свое твердит. «Леденец!» Оно и понятно. А как по-другому? Ты же столько раз закреплял это его поведение, когда он знал, что стоит ему только начать выпрашивать у тебя леденец, как ты сразу же ему его давал. Он может вопить, стучать кулаками по полу. Бывает, ребенок просто берет и падает тебе назло, потому что не получает желаемого. Мой двухлетний ребенок делал так. Только и успеваешь его ловить. Он прям берет и падает. Он закатывает все более и более сильные истерики в надежде, что ты все-таки дашь ему то, что он просит. А бывает так, он у мамы что-то просит, мама не дает. Он идет к папе или к тете, к бабушке, к няне, к старшей сестре. Если вы живете вместе с бабушкой и дедушкой ребенка, дисциплины у вас дома нет. Некоторые, вижу, улыбаются, видимо, узнали себя. Ну а бабушкой с дедушкой что? Им жить осталось не так много. Вот они и хотят на старости лет побаловать ребенка. Еще и не один леденец ему дадут, а два. Угощайся, родной! А после того, как ты длительное время потакал его капризом, вот и представь, ребенок в следующий раз, чтобы добиться желаемого, закатит маленькую истерику или большую? Он уже привык получать что хочет, а ты ему вдруг говоришь, не дам тебе леденец. Маленькая истерика будет или большая? Большая. А если ты такой не даешь, не даешь ему... И его истерика продолжается уже минут десять. Он плачет, плачет, и в итоге ты такой, ай, ладно, не могу уже слушать. На, на, леденец, открывай рот. Этим ты еще хуже сделал. Каким образом? Теперь ты дал позитивное закрепление ребенку, что если он десять минут будет истерить, он получит свой леденец. И в следующий раз, когда он будет выпрашивать леденец, и пройдут десять минут, ты думаешь, он остановится после десяти минут? Или будет истерить еще дольше, поняв, что этого теперь не хватает? Он будет знать, подольше по истерю, и получу свой леденец. Будут истерики, капризы, будет ходить надутый, будет всем своим видом показывать, что он недоволен. Вот это не хочу, и вот это не буду. Сначала просто плакал, а теперь уже капризы пошли. Не хочу я есть, не буду. Дескать, хочешь, чтоб я поел? Дай леденец. И ты такой, ну ладно, ну, дам ему я этот леденец. И дал. О, все, ты еще хуже сделал. Теперь он знает. Нет, у меня есть разные тактики, чтобы получить леденец. Ты даешь позитивное закрепление его капризам. Потом это будет мороженое. Не будешь давать мороженое, будут истерики. И когда ребенок у тебя что-то просит, неважно что, леденец, или еще что-то, ты ему говоришь, один леденец могу тебе дать. Больше, чем один. Я тебе не дам. Один в неделю могу давать. И он будет получать один леденец в неделю. Каждую неделю, допустим, в пятницу. В пятницу леденец, все. В другое время нет леденцов. Если ты будешь его контролировать в этом, во всяких там батончиках, если ты приучишь его к этой дисциплине, если у тебя дома будут правила, он привыкнет. Он будет довольствоваться тем, что ты даешь ему. Двухлетний, трехлетний, четырехлетний гарантированно привыкнет. Родители, поднимите руки, кто так ребенка воспитывает. У кого дома правила, которые не нарушаются? Что, настолько четверо? А остальные что? Вы стоматологов любите? Хотите обеспечить их работой? Помочь их бизнесу? В общем, дома у вас должны быть принципы, которые не нарушаются. Я не говорю, что это будет просто. Даже если у вас дома правила, ребенок все равно будет истерить. Но надо его воспитывать этим. Но как бы то ни было, он не будет таким испорченным, как в первом случае. Согласны? Надо воспитывать ребенка. Условный леденец только по пятницам. Пятница, леденец. В субботу, воскресенье, никаких леденцов. А ребенок в выходные захотел вдруг леденец. И такой типа, леденец. А ты говоришь, смотри, леденцы по пятницам. Сегодня не пятница. Он может немного поистерить. Но если он будет видеть, что все у тебя дома правила соблюдают, никому поблажек не делается. Все придерживаются одних и тех же принципов. Когда нет старшей сестры, которая пока папа с мамой не видят, младшенькому леденец даст. Давай, давай, ешь. Грызи его. Быстрее. И рот потом помой. И руки тоже. А то липкие руки будут. Родители поймут. Вот если никто дома у тебя правил не нарушает, тогда ребенка будет воспитывать легко. Он усвоит, что нужно следовать правилам. Я это все к чему говорю. Во всех нас есть эго. Оно капризное. И это эго нам с вами говорит. Я хочу посидеть. Не хочу работать. Наше эго говорит. Не хочу я это отдавать. Наше эго говорит. Я хочу оставить это себе. Наше эго говорит. Нет, не хочу я перед ним извиняться. Пускай он первый извинится. Кем он себя возомнил? Хочет, чтоб я первым извинялся. Не буду я первым извиняться. Он пускай первым извиняется. В каждом из нас есть эго. Оно хочет делать то, что нравится, а не то, что нужно. И это же самое эго, в зависимости от твоего возраста, будет тебя склонять, что-то дать ему. Например, если ты подросток, подросткам леденцы не нужны. Он будет говорить. Пап, я смартфон хочу. Пап, ну, мне нужен смартфон. Ты ему говоришь. Ну, я могу тебе купить Нокию. А какую Нокию? Ну, кнопочный с фонариком. Ну, пап, мне нужен смартфон. А зачем тебе смартфон? Ну, надо мне, чтоб домашку делать. Домашку? Домашку, говоришь, на телефоне. И если ты ему его не дашь, тоже будут истерики. Как у тех маленьких. Если ты ему скажешь, сынок, не-не-не, смартфон тебе не нужен. Ну, пап, нужен он мне. Нужен. У всех моих друзей есть смартфоны. И мне тоже нужен. У них у всех есть, они играют на них, а у меня нет. Мне с ними в мессенджерах надо переписываться. Ты ему не даешь? Он идет к маме. Это мам. Мне смартфон нужен. Ну, мне нужен этот смартфон. Ну, мам. И опять, как в детстве. Леденец. Раньше был леденец, а сейчас смартфон. Это тоже эго, только подросшее. Вчера был леденец, потом было мороженое, потом лего, а теперь это смартфон. И это только начало подростковых капризов. Потом начнутся приставки, Иксбокс, Плейстейшн, причем последней версии. Потом он подсядет на все эти девайсы. Это все то же самое эго. Это тот же маленький ребенок. Изменились только предметы. Потом он женится. Вот некоторые люди женились, а внутри все еще дети. И не только парни, но и девушки. Люди ж как думают, даже если во мне нет ответственности, все равно женюсь, и мы будем жить долго и счастливо. Но жизнь без забот, она возможна только в одном месте. Это джаннат, рай. А в этой жизни, чтобы жить нормально, нужно быть ответственным человеком. И жена, чтобы у тебя такая же была. В браке со временем эмоции уходят, и остаются твои личностные качества. Становится понятно, насколько ты ответственный, насколько принципиальный. И начинаются детские истерики. Капризы. Что-то ему не так приготовили. Он привык, что мама ему блинчики вот так делает, а жена приготовила чуть не так. И с женской стороны тоже бывают капризы. Несерьезное поведение. Сидит, ноготки красит. Дорогой. Че там, когда мы в кафешку-то пойдем? Она ему не то, что приготовит не так, как он любит. А на полуфабрикаты его посадит. Типа, ну иди, приготовь себе сам. Не видишь, занята. Ну, муж это раз потерпит, два, ну три. А потом скажет, слушай, ну, вставай, приготовь уже что-нибудь. Ну, она может приготовит пару раз, но она к ответственности-то не привыкла. В ней же тоже этот маленький ребенок живет, ее эго. Не хочет она готовить, она хочет лежать. И вот, если встречаются два безответственных человека, они начинают жить, как два ребенка, капризных. И у каждого свои истерики. То есть, физически, человек вырос, стал взрослым. Но ребенок у него внутри так же капризничает. Он с детства не изменился. Каждый, абсолютно каждый, без исключения человек, рождается со внутренней склонностью капризничать, потакать своему эго. И в то же время, каждый, без исключения человек, рождается со способностью идти наперекор своему эго. Вопрос в том, насколько он приучен перебарывать свое эго, насколько человек привык ставить свое эго на второе место, а, например, семейные ценности на первое. Вот мы сидим с вами, взрослые, и дети тоже есть, и многие взрослые, большие дети, многие солидные дядьки, хорошо зарабатывают, а внутри дети. Вот поехал в хадж человек, в паломничество, в Мекку. И он стремится к максимальному комфорту. Раньше мусульмане преодолевали путь длиной 9 месяцев, чтобы попасть в хадж, а сейчас на самолете 12 часов, и ты уже там. От двери твоего дома до джидды. 12 часов. Как это бывает? Человек упаковал чемоданы, спустил их со второго этажа на первый, бедняжка, погрузил их в свой BMW X5, комфортненько доехал до аэропорта, без напрягов, отрегулировал температуру в салоне, круиз-контроль, все дела. В аэропорту погрузил багаж на тележку, о боже, что ж с его спиной станет? Довез эту тележку до багажного отделения, кофейку попил от Старбакса, спокойненько сел на самолет, а там поспать можно, или журнальчик полистать, и в следующий миг он уже в джидде. Да, конечно, там ему нужно багаж погрузить на другую тележку. А потом заселяется в пятизвездочный отель, в котором он весь свой багаж поднимает на лифте до номера и просто ставит его там. Аллаху Ак-Ибару! И еще жалуется. Говорит, «Ой, так трудно мне было! Что-то так жарко там! Прям духота! Вообще непривычно! Жарко ему! А ничего, что раньше девять месяцев шли! И вели с собой жертвенное животное в хадж, чтобы там зарезать его. Кто-то на лошади ехал, кто-то на верблюде. И через девять месяцев наконец доходили до Карбы. А этот парень добрался за двенадцать часов и еще жалуется. А если ему, не дай бог, в отеле, хоть на ползвездочки из пяти звезд, обслуживание хуже предоставят? На уровне четыре с половиной звезд. Леденец! Понеслась! Капризы! Это чё это такое, а? Вы меня обманули! За пять звезд взяли с меня пять тысяч фунтов и какой салат меня принесли? Да там даже соли нет! Это что за обслуживание у вас? Да Господь с тобой! Терпение прояви хаджи! Вот он пошел к заповедной мечети. Стал делать тауав. Обход вокруг Карбы. Потом стал совершать обрядовое восхождение на два холма. Туда и обратно. И такой, о боже, как трудно! Тяжело! То есть он сначала напихал в себя еды под завязку, а потом ему тяжело ходить, видите ли? Он весь в поту, недовольный. А уж когда мозоли на стопах появляются. Так ведь? И с этими мозолями он еле-еле до номера отеля доходит и такой, о боже, моя спина, мои ноги, в ванну срочно! Ой, скорее бы домой вернуться уже, а? Да, тяжело это. Хадж, так-то еще не закончился. В смысле, а что еще? Еще надо в долину мина. Что это за мина? Ну как, долина мина. Там в туалет придется ходить без особых удобств. Что, серьезно? Ничего себе! Как так? Ну, вот так там. Ну погоди, ну как? А что там, пятизвездочного отеля нет? Ну это сумма оставаться в долине мина. Удобств там нет. Я сколько угодно заплачу. В общем, приходит он в долину мина. И как он там жалуется? Направо и налево. Там шатры с кондиционерами. Шатры с кондиционерами. Ты просто сидишь там и не надо ничего делать. Только викр. Аллах опоминать. А он все на часы поглядывает. Ну что, скоро уже? Еще так много осталось? Нет, ну когда уже? Еду сказали подадут. Ну, допустим, в шесть, полседьмого. И если ее задержат хоть на полчаса, начинаются детские истерики. Ребенок внутри него. как маленький вампир. Как наступает полнолуние. Когда ему некомфортно, наружу вылезает монстр. В нем или в ней. Он всегда в таких капризных людях. Но вылезает, когда некомфортно. А когда прихоть исполнена? Брат, салам алейкум. Тоже в хадже, да? Маша. Да, брат тоже вот приехал. Он счастлив. А что, живополный, комфортно. В таких условиях он может нормально общаться. А если еду задерживают? Прихоть не выполняется. Дискомфорт. Вот тут и вылезает истинное лицо. Потом на горе Арафат. Ему жарко, он вспотел, он злой. Хочет, чтобы поскорее все закончилось. Ему скучно совершать обрядовое бросание камешков. Тут еще мозоли эти. Мышцы забились. Когда он одевает и храм, ему надо нижнюю часть себя прикрывать. Ну, вы понимаете, да? Много всего в голове держать надо. Он устает. Скорее бы вернуться, скорее бы вернуться. Хотя он совершил самый комфортный хадж из возможных. И при этом жалуется. Если бы мы были рождены посреди Афганистана, есть кто с Афганистана? Из горной местности? Кто-нибудь? Никого, да? Ну, а может, кто-нибудь есть из Пакистана? Из горной местности? Нет? Ну, давайте я расскажу вам о людях, которые там живут. Я был в Марокко в 98-м вроде. Мы с другом остановились в одной местности посреди гор. Это было на севере Марокко. Это одногруппник мой с Медресе. Там мы прекрасно время провели. И там была его бабушка, которая жила на вершине горы. На вершине горы, я не шучу. Мы взбирались на эту гору, чтобы до нее добраться. Забрались. Я реально карабкался на эту гору. А бабушка его, 80-летняя, забиралась на эту гору с двумя ведрами воды. Я с трудом забирался, а она нас обогнала. Супер бабушка! Ничего себе! Серьезно, знаете почему? Эта женщина родилась в этих краях. И она привыкла на гору забираться безо всяких шлепанцев с босыми ногами. Она просто привыкла к этому. А мы в хадже две недели с мозолями походим, возвращаемся и рассказываем, как было трудно. Аль-хамду-ли-ля, хвала Аллаху. Две недели ты спал на удобном матрасе с кондиционером и ты жалуешься, каким трудным был твой хадж. Аллаху Акбару, я в хадже видел людей из стран третьего мира. В их список услуг не входили шатры с кондиционером, они спали на улице. Безо всяких шлепанцев, босоногие, на их стопы смотришь, они у них огрубевшие, как у невероятного халка. Аллах их стопы сделал, как железные, потому что они привыкли по горам ходить. Как только ты привыкаешь, тебе нормально. Вот когда в первый год детей тех, кто в таких спартанских условиях живут, привозят на родину родителей. Им тяжело, а со временем привыкают. То есть я что хочу сказать вам, мои братья и сестры? Мое эго внутри меня, ваше эго внутри вас. Насколько мы изменили своего внутреннего ребенка? Большой вопрос. Если мы не воспитали своего внутреннего капризного ребенка, то при малейших неудобствах вылезает вот этот капризный монстр. У многих людей зависимости. Кто-то зависим от наркотиков, кто-то от алкоголя, кто-то азартных игр, кто-то в интернете постоянно сидит, в соцсетях, в телефонах, в компьютерах, кто-то подсел на сигареты. И человек требует, чтобы у него это было, а иначе наружу вылезает монстр. Некоторые просто привыкли лениться, привыкли постоянно ничего не делать. Кто-то привык поздно ложиться и поздно вставать. Друг мой, ты каждое утро пропускаешь фаджр. Но так и зачем ты так поздно ложишься? Ты же из-за этого встать не можешь. Вот как бывает, человек пришел с работы, помылся, посидел с семьей, поел, потом прилег на диван, время восемь, полдевятого, взял пульт от телека и расслабился. Детей уже уложили, хорошо, ну пора мне телеканалы пощелкать. Человек взял в привычку потакать своему внутреннему ребенку, который хочет смотреть телек. Ты сам не заметил, как это уже превратилось в зависимость. В одной руке у тебя телефон с соцсетями, в другой пульт от телека, телек смотрит, в соцсетях переписывается, телек, телефон, телек, и все, сморило его. Полодиннадцатого в одиннадцать проснулся. Так, надо кино посмотреть. Пока посмотрел, уже час ночи, лег поздно. Кино ты смотрел или ютюб, все равно лег поздно. И теперь ты встанешь только часов восемь в девять. Не проснулся на фаджер. И потом жалуешься, не могу встать на фаджер. Почему? Ну потому, что ты взял в привычку поздно ложиться и встаешь соответственно поздно. Жалуешься, что у тебя нет времени на викр, напоминание Аллаха. Жалуешься, что нет времени читать Коран, нет времени читать книги по исламу. У тебя есть хорошее намерение? Оно правда есть. Но ты не переходишь к действиям. На пути встают твои привычки. Ватсап, ютюб, с друзьями поболтать, в соцсетях попереписываться, жена, работа, дети. А то время, что осталось? Завтра начну. И опять завтра. Ты взял в привычку постоянно откладывать. То одно, то другое. То тебе в качалку надо. Ну ладно, хорошее дело. Еще какой-то спорт у тебя. Окей. Каждую неделю ты занимаешься без пропусков. Почему-то это ты никогда не пропускаешь. Кто в футбол играет, кто еще во что. А когда дело доходит до религии, все, на что тебя хватает, это джума. Сходить на пятничную проповедь. Вся его религия на этом заканчивается. А че, я хороший мусульманин, я на джума хожу. Джума, я не пропускаю. Ну, альхамдулиля, это хорошо, брат. Но на этом твое соблюдение заканчивается, потому что ты привык так жить. Твой навс, твое эго закрепилось, закостенело в таком распорядке. Ты привык лениться соблюдать ислам. Привык делать только то, на что подсел. Срочно дайте мне то, что я хочу, ничего не знаю. Предоставьте мне комфорт. Не мешайте мне быть тем, кем я хочу быть. И если ты так живешь, ты тратишь жизнь зря. Если хочешь быть в хорошем положении в судный день, то вот тебе, мой друг, слова Аллаха. Это Коран, Его речь. И усердствуйте на пути Аллаха, достойным Его усердием. Аллах говорит, усердствуйте, боритесь с собой. И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день, то есть на судный день. Каждый человек должен посмотреть, какой у него запас благих дел. Вот скоро 31 число. На вывесках объявление, которое гласит, заплатите налоги до 31 августа. Так? Вот так же и на судный день в вечную жизнь нужно отправлять благие дела уже сейчас при жизни, пока еще жив. И Всевышний Аллах, всемогущий он и велик, говорит, вы отправляете благие дела в вечную жизнь на свой несгораемый счет. А когда уже в судный день воскреснешь, поздно будет об этом думать. А у нас в голове что? Наш навс, наша душа, говорит нам, да ладно, не беспокойся, не переживай, успеешь еще, времени полно. Вот будет мне 50, вот тогда только и буду занят тем, что делать поклоны в мечети. А когда 55 стукнет, вы не увидите, что я прежний образ жизни веду. Я буду Коран читать, помногу. А уж в 60 все меня будут знать, как хаджия, паломника. Хаджи им будут называть. Я в хадж съезжу. А уж в 65 меня будут знать, как члена комитета, имама в мечети. Рулить буду. А уж в 70 если доживу, то стану вообще праведным. Он уже расписал себе жизнь на 50, 55, 60 и так далее, 70 лет, а сейчас ему 40, и он не имеет и понятия, сколько ему еще жить. Может, в 49 умрет. Game over. Конец игры. Он не знает, доживет ли до того возраста, когда планирует меняться. Но навс нас успокаивает. И ты все откладываешь и откладываешь. Друг мой, хочешь сделать что-то ради Аллаха? Делай. Не надо думать, что когда-нибудь, когда тебе будет 50, 55, ты уже должен иметь за плечами много чего, что ты сделал ради Аллаха, чтобы ты к этому времени уже много раз Коран перечитал, много намазов прочитал. Если ты пропустил намаз в судный день, в твоей книге деяний это будет написано. Это то, что ты отправил в вечную жизнь. Аллах воскресит тебя и ты найдешь на своих весах этот поступок. Не обманывайте себя. Пророк сказал, тот, кто боится, что не успеет вовремя, выходит пораньше. А тот, кто выходит пораньше, успевает вовремя. Поистине, товар Аллаха недешев. Поистине, товар Аллаха джаннат, рай. Джаннат не дешевый, братья и сестры. В рай можно легко попасть, если Аллах даст какой-то бонус. Но джаннат нужно заработать. И чтобы заработать рай, посланник Аллаха, мир ему, учил нас спешить. Спешить с чем? С поступками. Наш нафс, наше эго. Все время говорит нам, расслабься, отдохни. Мои братья, мои сестры, надо не сидеть, надо двигаться. Что Аллах говорит в Коране? Бегите же к Аллаху. Бегите же к Аллаху. То есть спешите. В сборнике Тирмиви передаются слова пророка, мир ему. спешите совершать деяния, спешите делать, спешите действовать до того, как вас постигнут семь несчастей. Вы ждете бедности, которая заставит вас забыть об Аллахе. Порой бедность может заставить забыть об Аллахе. Находясь без денег, можешь начать забывать о религии. Или вы ждете, пока разбогатеете, по причине чего начнете приступать к границе дозволенного Аллахом. Вот иной раз говорят же, эх, если б я только получил эти деньги, столько добра бы сделал. Но если ты получил большие деньги, а твой внутренний ребенок так и остался капризным, неприученным к умеренности, он тебя постоянно будет подначивать, получить больше. У тебя одна квартира, он захочет две. Купишь две, твое эго скажет тебе, вот, у тебя уже две квартиры, хорошо. Купи третью, а одну тем временем сдавай. Не переживай, на четырех мы остановимся. Он купил третью, четвертую. У тебя обычная машина, твое эго скажет тебе, купи еще одну, потом еще одну, Ауди там или еще какую. Потом эго скажет, Бентли хочу. Купи Бентли, я успокоюсь. Потом твое эго говорит тебе, нужна одна квартира в Испании или в Дубае, будешь туда летать, а там квартира. Все, Аллаху Акбар, конца этому нет. Если твой внутренний ребенок не приучен к умеренности, у тебя проблемы. Или вы ждете богатства, по причине которого вы начнете приступать к границе дозволенного, Аллахом. Когда у человека появляются деньги, он хочет женщин, он хочет славы, он хочет кутить, он хочет царить деньгами, он хочет их прожигать, летать по всему миру, он хочет в казино, он хочет в политику, власти хочет. У него большие деньги появились, он делает все, что хочет. Да какая разница? Он может подкупить полицию, да и тех, кто повыше, тоже. А все почему? Потому что внутри у него сидит капризный ребенок. Его так и не воспитали, он хочет играться. Или вы ждете, пока вас постигнет болезнь, которая вас как-то ограничит или обездвижит. Живешь себе припеваючи, все классно, и тут вдруг у тебя нашли рак. Вдруг ты попал в аварию. Вдруг ты стал инвалидом из-за какой-то мелочи. Что угодно может случиться с твоей спиной, с дыхательной системой, с мозгом, с ногами. Ты можешь стать инвалидом, просто играя в футбол. Подвернешь лодыжку и все. Но ты не просто ее подвернул, а очень неудачно. И врач говорит тебе, что даже после операции полностью не восстановишься. Пророк говорит, или вы ждете, пока вас постигнет болезнь, которая сильно затруднит вам жизнь. Или вы ждете наступления старости, когда вы начнете забывать о том, что говорили. Некоторые, когда стареют, забывают, что говорили. Кстати говоря, средство, чтобы этого не произошло. Следующее. Читайте Коран. Иншаллах, я гарантирую вам, любого мужчину или женщину, кто читает Коран каждый день, не постигнет маразм. Вы не станете забывать, что вы говорили. И пророк говорит, или вы ждете внезапной смерти. Внезапной смерти. Некоторые даже не успевают попрощаться и умирают, уходят. Родственник со стороны жены делал покупки в магазине в том году. И там совершили теракт. И все. Умер. Внезапно умер. Или вы ждете внезапной смерти. Или вы ждете прихода даджаля, худшего из зол, прихода которого ожидают. Сегодня молодежь религию изучают по интернету. Что имеет и хорошую сторону, но и плохую. Если источники проверены, это нормально. А если кто-то от себя тяну пишет, будут проблемы. И вот в интернете пишут, даджаль уже пришел. Я пророк. Слушайте меня. Столько людей, которые не в себе. В том году, в Рамадан, когда Олимпийские игры проходили в Лондоне, 2012 год, такие люди ролики снимали. Кучу роликов назаписывали, что иллюминаты, масоны, сионисты собираются взорвать башню Биг Бен и парламент во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Они просто сходили с ума, всюду. Кто-то подбросил письмо секретарю в мечети. Он показывает мне, говорит, ты читал? Завтра такое будет на джума. А они еще выдуманный хадис туда написали. Пророк сказал, когда будет два лунных затмения в один Рамадан и когда пятница придется на середину месяца случится то-то и то-то. Лучше бегите. И вот такое распространяли. Это было какое-то безумие в мечетях, в интернете. Я еще такой смотрю, думаю, о чем это они? И я увидел, что снимаются один ролик за другим. Вот такими вот. 2012 это год сионистов. Будет то-то и то-то. Ну и конечно же значок одного глаза в треугольнике. Якобы знаки они какие-то видят. Вырезают какие-то материалы отсюда оттуда, сопоставляют и все это выглядит реалистично. Много просмотров набирают. Я такой о Аллах. На следующий день в пятницу, когда они обещали, что что-то взорвется, в итоге ничего не случилось. Скажите альхамду я такой думаю дай-ка в интернет зайду посмотрю что они пишут. Они такие дата была неправильная это на следующей неделе. Что? Да вы просто повернуты на этом. Наступает следующая неделя и в обозначенную дату ничего не происходит. Думаю так посмотрю что на этот раз они напишут. И они пишут мы ошиблись. Это не на летние олимпийские игры будет а на зимние. Ну в итоге наступают зимние олимпийские игры. 2012 зимние олимпийские игры. И опять понеслась. Весь этот хайп все эти прогнозы шейхи говорили шейхи в интернете говорили 2012 2012 2012 2012 сейчас будет сионисты иллюминаты сейчас они захватят мир установят новый мировой порядок. Мы вам говорили у нас пророчества а вы нас не слушали вот теперь поплатитесь вот все что они тебе говорят поплатитесь что не слушали и снова и снова ничего не происходит хотя подобные им до сих пор говорят иллюминаты масоны ролики опять снимают даджаль вот уже идет сейчас он придет вы слышали хадис пророка там тамим аддарь рассказал а это реально хадис сборника муслима но они так все переворачивают они перешли на новый уровень они да будет доволен им Аллах хадиса даджаля там он как рассказывает корабль разбился у одного берега и тамим аддарь видел даджаля и рассказал об этом пророку и все остальные узнали разбился корабль где-то в водах Аравии там тамим аддарь видел даджаля вернулся и рассказал об этом это достоверный хадис и сборника муслим это ладно но знаете что эти шейхи в интернете говорят был не в Аравии а в Британии что в Британии да в Британии даджаля уже здесь даджаля здесь о чем вы вообще говорите и молодых братьев прям таращит от этих историй мы знаем даджаля идет у них паранойя начинается вот летом 2012 один друг мой который работает в мусульманской организации он сам из Лондона я говорит свой фургон под завязку хочу набить вещами и семью увезти пока тут не подорвали что-нибудь эти масоны и хочу уехать подальше куда-нибудь в Шотландию серьезно он сказал так в Шотландию вы же здесь ребят в Шотландии живете отдельно от всего мира ага в горах люди с ума сходят из-за чего из-за каких-то теорий так вот посланник Аллаха сказал нам или вы ждете прихода Даджаля худшего из тех кого можно ожидать юные мои друзья не надо с интересом ждать Даджаля Даджаля это не тот кого надо с энтузиазмом ждать мы должны бояться встречи с Даджалем и в то же время делать больше благих дел ведь судный день грядет весь смысл того почему нам с вами посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха рассказала Даджаля чтоб мы больше благих дел делали до того как Даджаль придет а не чтоб в ютюбе сидели смотрели один ролик за другим и просто паниковали Даджаль идиот он скоро придет за нами мою банковскую карту отслеживают камеры всюду иллюминаты везде с ума сходят люди ищут знаки всюду находят знаки иллюминатов вот посмотрите на эти часы на какой отметке только что была секундная стрелка 13 сколько было секунд 13 иллюминаты вы видели иллюминаты 13 число 13 везде где они видят 13 это иллюминаты если мы с вами начнем считать ряды 1 2 3 где-то там будет 13 или 12 в числе 12 они тоже видят что-то сакральное типа 1 2 выглядят как буквы Z I типа Zion если 13 иллюминаты и другие числа есть и вот они играют этими числами везде иллюминаты просто с ума сходят и последнее что сказал посланник Аллаха мир ему или вы ждете наступление судного дня который будет очень горьким судный день это нечто катастрофическое одна или более из этих семи вещей может поразить нас либо бедность из-за которой вы забудете Аллаха или богатство из-за которого вы начнете грешить или болезнь которая тебя обездвижет или старость когда ты забудешь что говорил или внезапная смерть или даджаль или последний час судный день эти семь вещей могут поразить нас и посланник Аллаха сказал пока они не наступили спешите совершать поступки состояние в котором мы с вами находимся мы не останемся в нем навсегда это все временно твое здоровье постепенно уходит раньше человек мог три раза в неделю в футбол играть и все мало было а сейчас раз в неделю поиграет и загибается со спиной раньше человек мог съедать ведро чипсов и огромный гамбургер крылышки еще какие-нибудь пиццу все в одном еще мало было а сейчас чуть немного остренького в желудок попадет и уже проблемы с пищеварением обмен веществ замедляется здоровье уже не то что в 20 лет начните делать дела ради Аллаха усмирите внутреннего ребенка свое капризное эго как воспитать внутреннего ребенка вот это наше эго как его воспитать больше поклоняйтесь Аллаху больше поминайте Аллаха внутренний ребенок любит материальное что-то физическое а противоположность физическому духовное так что если тебе нужно противоядие от твоих зависимостей в которых ты погряз из-за своего капризного эго противоядие это всегда противоположное если ты хочешь усмирить свое непослушное эго дай ему противоположное материальное упоминание Аллаха викр Аллаха читай Коран на арабском с переводом чем больше будешь читать и укреплять связь своей души с Аллахом тем больше твое эго из непослушного будет превращаться в податливое ты сможешь управлять им чем больше ты будешь читать намаз причем сконцентрировавшись на Аллахе а не просто бездумно думая о своем намаз поминая Аллаха тем послушнее будет эго читай зикр поминай имена Аллаха сконцентрировано думая об Аллахе думая о смерти думая о вечной жизни о могиле о судном дне о возвращении к Аллаху о смерти и о том что после нее вот это изменит твое сознание изменит душу укрепит связь с Аллахом а каприза твоего эго наоборот ослабит Аллах говорит в Коране «Клянусь душой и тем кто внушил ей порочность ее и богобоязненность ее чем больше поминаешь Аллаха тем больше навс твой будет говорить я не хочу просто так сидеть я хочу перед рассветом встать на намаз тахаджуд не хочу сидеть на диване хочу встать на молитвенный коврик не хочу болтать попусту хочу провести время с Аллахом думая о вечной жизни от этого душа мягче становится и вместе с этим автоматически гарантированно твой нафс сам захочет это делать твой нафс твоя душа твое эго будет само побуждать тебя делать добро потому что Аллах всемогущий и велик заложил в нас оба этих механизма все что нужно сделать усмирить капризную душу а для этого нужно делать все это а вставание ночью на намаз тахаджуд Аллах говорит и читай Коран размеренным чтением поистине молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению если ты смог встать ночью на намаз тахаджуд ты нанес своему эго удар пошел против прихотей и такие молитвы яснее по изложению то есть вставая на ночную молитву ты идешь против своего эго ты ослабляешь капризы своей души вот оно противоядие против капризного эго идти против него идти против него понимаете братья и сестры понимаете рад был провести с вами время пусть Аллах всемогущий и велик сделает это наше собрание причиной изменения нас чтобы мы начали много делать викра поминать Аллаха начали приближаться к нему контролировать свое эго свой нафс чтобы мы не закатывали истерики как капризные дети независимо от того сколько нам лет чтобы мы спешили исполнять повеление Аллаха спешили приближаться к нему всемогущий и велик чтобы были в числе первых на пути к довольству Аллаха пусть Аллах сделает так как можно скорее твердо вознамеритесь что вы станете меняться с сегодняшнего дня начнете приближаться к Аллаху каяться от грехов что уже с сегодняшнего дня начнете меняться чтобы уже завтра с утра вы были другим возьмите это намерение пусть Аллах даст нам это амин джазаку мулаху хайрен да воздаст вам Аллах благом и вся хвала Аллаху Господу миров аминь хвала аминь